Добрый вечер всем! Ну, вообще, это, наверное, тот человек, на котором держатся все зимние виды спорта. Мы зададим ему много вопросов и спросим, что все-таки происходило. На этой неделе очень много результатов израильского спорта, который действительно делает успехи, которых действительно, я думаю, достойно должно быть больше информации об этом. Так что я приветствую вас всех на Спорт Шилану. Приветствую Льва. Добрый вечер. Борис, добрый вечер. Хочу отметить несколько результатов, которые были на этой неделе. Естественно, Ленуаш, которая победила на Кубке Мира в Софии, продолжает свое движение ближе к Олимпиаде. Пожелаем ей больше успехов. Ну, и из одних результатов, которые можно отметить, это Бар Соловецкий, который побил рекорд Израиля на 400 метров свободным стилем кролем. Первый раз вышел с результата из 3,50, 3,49,77. Ну, и остальные результаты... Лёва, может, скажешь что-нибудь, Парашку? Ну, смотри, сейчас мы знаем, что мы входим перед Олимпиадой, очень много соревнований, где спортсмены и подготовительных, и чтобы выполнить критерии. И в дзюдо у нас сегодня было две медали у наших девушек. На прошлой неделе была медаль на Гран-при в Тбилиси, сегодня на Гран-при в Анаталии. И велосипедный спорт Израиля, мы знаем, сейчас готовится к джиру Италия, который на этот раз не будет проходить первого этапа в Иерусалиме. И очень важное событие. В общем, Боря пришел из-за этого к нам в гости, чемпионат мира по фигурному катанию, где тоже отбирались. Я хочу сказать, что, может быть, не все знают, что, как в летних видах спорта в Израиле считается дзюдо самым успешным, то в зимних, я думаю, что фигурное катание не имеет, никого даже близко не подходит. То есть, вообще никак? Никогда не было на Олимпиаде. Я говорю про Олимпийские... Я думаю, что израильские фигуристы с 98-го года участвуют в Олимпийских играх. С 94-го года. Лили Хаммер. Лили Хаммер, да. Первым был Михаил Шмеркин, и он участвовал потом еще в одной Олимпиаде. Потом, можно сказать, олимпийский факел подхватила Галит Хаид, дочка нашего гостя, которая была и призером чемпионата Европы, и чемпионатов мира, и она со своим партнером заняла шестое место на Олимпиаде. В общем-то, беспрецедентный успех для израильского фигурного катания. И на протяжении последних, сколько, 12 лет она является главным тренером сборной израиля по фигурному катанию. Так что у нас уже есть, можно сказать, такая наследственность в фигурном катании. И Боря, конечно, нам расскажет действительно о перспективах израильского фигурного катания, о том, что произошло на чемпионате мира. Там были многие интересные, например, интересовались, многие спрашивали про болгарскую фигуристку, которая уроженка Израиля, как так произошло, что она играет, и выступает за Болгарию. Боря нам расскажет более подробно про это. Боря, добрый вечер еще раз. Расскажи с чемпионата мира, какие были результаты, новости. И, конечно, очень приятно, что мы сегодня получили эксклюзив такой. Все-таки у тебя был большой перерыв. Для меня это приятно. Для нас это вообще супер. Так что поделись. Чемпионат мира для нас это, в общем-то, был очень тяжелый, если говорить, потому что мы больше года в никаких соревнованиях не участвовали. У нас 70% команды переболело короной, ковидом. И обычно, когда ты приезжаешь на чемпионат мира, у тебя уже где-то соревнований 10 есть. Это было наше первое соревнование с прошлого года, с Монтриаля, что его сняли, чемпионат мира. Вот это было первое соревнование. И если сравнить это с Россией, ну, в России, как я говорю, это была стенка на стенку. Шла стенка, если выбили одного, вставал другой. Мы не могли себе это позволить, не могли своих спортсменов ставить под удары. Тем не менее, у нас в более-менее легкой форме, но все переболели. Мы приехали на чемпионат мира, если получится квалифицироваться. А потому что следующая квалификация, это в сентябре месяце в Оберсдорфе в Германии. Это куда мы, в принципе, готовиться должны. Но наш, как говорится, старичок, как говорят в народе, глубоко не вспашет, но борозды не испортит. Вот Быченко Алексей с очень серьезной травмой. Сегодня можем говорить еще одного спортсмена, великого израильского, не буду называть имя такого же, типа травма, что выступает. И он на уколе специальном прошел этот чемпионат мира и завоевал путевку для страны на Олимпийские игры в Китае. А потом уже дальше, в сентябре, будут бороться пары, девочки. Но у нас была полная команда. Это был прикидочный, как бы, для нас турнир, хотя это чемпионат мира, потому что молодая девочка, 16 лет. Пара, молодая партнерша. Танцы, первый раз на чемпионате. Вот, Шира и Хилов, и Лорена Бакасис. Так что для нас это было, как бы, крещение в бою. То есть, кроме Леши, это уже следующее поколение, которое, может быть, и два олимпийских цикла сможет выступать. Скажи мне, у меня вопрос профессиональный. На прошлой Олимпиаде, по-моему, в первый раз, может быть, нет, поправит меня. Или это в Сочи уже было. Были командные соревнования тоже. Мы будем выставлять команду, у нас есть команда. Но это работает немножко по-другому. Пока мы даже сами не знаем. В Сочи первый раз были командные соревнования. Это идет по отбору, по чемпионатам мира, по гран-при, по всем кубкам. И, конечно, тогда у нас не было полной команды, и мы даже не думали об этом. Но зато в Корею, на Корее, в Пьенчонг, у нас была не только полная команда, но дополнительный спортсмен в мужском катании. И мы попали в финал в десятку сильнейших мира на Олимпиаде. Ну, если сравнить, хотя, может, это несравнимое, но сравнить художественную гимнастику, они были тоже в десятке лучших на летней Олимпиаде. Мы были в десятке. Мы не только там приехали быть в десятке. Мы обыграли французов, что вообще это было беспрецедентно. И корейцев обыграли. Катались, конечно, там вообще было на разрыв все катались. Я не знаю, как в этом году и как на эту Олимпиаду будут делать, потому что не было гран-при, не было ничего. Ну, в принципе, это в олимпийской программе. Это сейчас в олимпийской программе. Это обалденная ситуация, когда все сидят. У меня миллион фотографий и видео, когда все сидят, все болеют за свою команду, разбиты 10 команд. В общем, ну, очень это интересно. Ну, вообще фигурное Китайское такое, красочное, красивое, ледное, музыка. Вот, поэтому для всех было удивительно, там Италия рядом сидела, Китай сидел и Израиль. Скажи, Боря, еще один вопрос. Передем к Саше тебя спросят. Судьи. В то время мы знали, что к Израилю достаточно враждебным политическим причинам относились судьи, скажем, представители ряда стран. Это изменилось в последние годы? Или тенденция сохраняется такая же, что мы заранее знаем, что от каких-то стран мы не получим то, что нашим спортсменам положено. То есть они заранее соревнуются в более тяжелых условиях. Нет объективности, скажем так. Я пытаюсь подумать, как политически коррект сказать это. А ты скажи, не политически коррект. Скажи, как нет. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Мы знаем, кто будет с нами в том плане, честно, кто не будет. И мы живем с этим. Просто добавить, и я очень редко на эту тему говорю, по одной простой причине, что мне говорят, нужно говорить, а я не говорю, потому что это дочь моя была. Ну, мнение судей, мнение людей, которые разбираются в этом деле, они просто сказали, если она бы каталась бы со своим партнером за любую другую страну, то у них было бы намного больше медалей. Они были очень близко всегда к медалям, и всегда находился один судья, который выключал свет. Но мы ни один день об этом не пожалели, потому что не все в медалях. Они были там, они были на большом этом шоу, они были на трех олимпиадах, как спортсмены. И они на первой олимпиаде, когда поехали в 98-м, с Мишей Шмеркиным, потом больше людей с нами поехали, потом в шорт-трак поехал уже с нами. И они просто это знамя принесли. То, что сегодня у нас есть, это они. Супер. Борь, вопрос такой. Вот чемпионат мира, который прошел в Стокгольме, как это проходила организация? Знаешь, что вот это вот глобус называется? Не, не глобус. Как он? Ну, по-русски как он можем назвать его, но это был... Глобус его взял. Глобарена? Но. Это было в Глобарене, но очень жесткие условия, очень тяжелые. Мы всю неделю были внутри. Это был Бабл. Бабл нас с аэропорта привезли в гостиницу, проверили сразу, все сдали на тесты, и оказалось, что некоторые с разных стран, там, с Украины и с других стран каким-то образом оказались позитив. Мы, слава Богу, все были в порядке. Нас каждые несколько дней проверяли. Мы не имели права выйти из гостиницы. Мы никуда. На 11 этаже в гостинице было место, ну, я называл ее как тюремный выход, потому что там сетка была, и давали пройтись там чуть-чуть на воздухе подышать. Вот. Ну, это сегодняшняя жизнь. И мы были в этом Бабл 7 дней. Вот нас завезли, и потом в воскресенье увезли. Ну, такие мелкие детали, вот, допустим, разминки, или как вы проходили? С другими командами этого? Все, все. В принципе, это был Бабл, и все были проверены. Здесь это называется капсулы, по-моему, да? Ну, капсулы, да. Бабл это лучше. Бабл это лучше. Бабл, и там все были вместе. И тем не менее, был такой Пахетскер один, потому что перед танцами вдруг армянская пара, партнер Пазитив. И начали разбираться, кто с ними был в автобусе, когда они ехали с аэропорта. Это на четвертый день было. Ну, конечно, у нас свое счастье, мы были в этом автобусе. Вот. Хотя мы их не видели, они сидели сзади. К нам пришли, нам нужно было делать рапид-тест, и все снова. В общем, мы все, что нужно, сделали, и вышли из этого. Так что, все нормально. Ну, и касаясь Олимпиады, какие будут дальше соревнования по походу, да, мы и в фигурном катании, в конькобежном сфорте, потому что ты сейчас здесь, пока мы тебя спросим, все-все-все, потому что потом у тебя будет план дальше. Ну, я здесь постоянно, это сейчас уже началось. Ну, надеемся, что ближе к Олимпиаде мы сможем еще раз провести эту беседу, когда уже будут у нас. У нас, значит, в фигурном катании будут соревнования, где-то что-то мы будем искать, потому что нам надо кататься, чтобы готовиться. Мы планируем и с первого по четвертого, вот это важно, мы проводим турнир в Элате. Международный турнир в Элате, который должен... С первого по четвертого? С сентября. А. Сори. С сентября. Он должен был быть в феврале, и, понятно... Международный турнир. Международный турнир. То, что когда-то был скейт-Израиль примерно в таком же турнире. Привязательно в таком же турнире, да. Вот. И у нас, значит, мы перенесли, потому что аэропорт был закрыт. В принципе, люди готовы были ехать. Итальянцы купили 50 билетов, чтобы приехать заранее. Вот. Ну, мы перенесли его на первую неделю сентября. Почему? Потому что с 22 сентября будут отборочные в Оберсдорфе, Германии на Олимпиаду. Поэтому это будет у нас контрольный прокат. Контрольный прокат для девочек. Контрольный. Потому что мы имеем право на получение путевки на Олимпиаду в Оберсдорфе поставить только одного человека. В мужчинах нам не нужно. Но нам нужно будет выбрать, кто на Олимпиаду будет готовиться. Хотя все должны. Кто будет в лучшей форме, кто... Это же все. Это спорт. Это травмы. В шорт-траке там легче будет в том плане, что два кубка будет и Быконов... Вне конкуренции. Ну, он в конкуренции. Там есть, но то, что он попадет на Олимпиаду, дай Бог, чтобы он был здоровым и все, чтобы ничего не было, он попадет на Олимпиаду. Вот. И оттуда мы будем танцевать. Вообще, то, что он делает, я как раз Никаса Сигург-Ургтаня, я думаю, что это действительно очень спортивный, это настоящий подросток. Ну, в шорт-траке. Сколько лет, да, и он выступает... Не, ну, если кто-то, кого-то интересует спортом, это кого-то интересует... Потому что спорт начинается, я думаю, что мистер Авербух нам скажет, спорт не начинается с соревнований, он начинается с тренировок. Тренировок. Вот. Как он тренируется, как он тренируется, я его ставлю всем в пример. И он тренируется в Голландии, и тренер его взял, в свое время мы его послали в Канаду, и этот же тренер потом переехал обратно домой к себе в Голландию. Они не берут никого со стороны, они Влада взяли, потому что он тянет всю команду. Они не могут понять, что они должны за ним бегать, они должны за ним трудиться. Как они трудятся, это кино можно сделать. Вот. Он не просто так, потому что это Влад, и он попадает. Он просто тренируется. Да, в этом году, кстати, он достиг успехов на своих, то, что называется, слабых дистанциях. На слабых дистанциях на 500. И в таком возрасте ему уже за 30, это тоже... Ну, там много ребят, за 30 всех этих голландцев. Это такой спорт, что там нормально. Но он по своему сложению, он стайр, он не спринтер. Да, и несмотря на это, он очень здорово пробежал спринтерской дистанции, говорит о том, что он макагарный спортсмен. Любой хороший результат мы примем. Да, я знаю, нет, я просто говорю, это я немножко конкобежный спорт как бы смотрю и люблю, и поэтому я отметил, что как он именно в спринте достиг таких результатов. Мы всегда знали, что он полторы тысячи, три тысячи метров, это его дистанция. Саша? Ну, было несколько вопросов, как бы сразу в тему тут спрашивают про судей. Все-таки есть какие-то судьи у нас, которые судят на больших турнирах. У нас все судьи. И вообще тяжело стать судьей. Очень тяжело стать судьей. У нас в Корее было трое судей, которые судили во всех четырех видах. Ну, это как происходит? Вот в Оберсдорфе те, кто попал, и я сажусь со всеми другими и вытягиваю. Ну, у меня была легкая рука, и я вытянул на все четыре вида наших судей. Вот. Даже Россия села рядом, говорят, может, ты за нас потянешь. Потому что для них это очень важно и прочее у нас. У нас есть судьи очень хорошие, которые... Судьей стать очень сложно. Берет время, нужно знать предмет, нужно сдавать экзамены. Сначала ты можешь быть национальным судей, потом международным судем, а потом лишь АСЮ, джать, который судит на Олимпийских играх на мире и прочее. Квалификация, то есть определенная... Да, да, да. То есть мы представлены, достойно. Да, да, мы представлены, мы будем представлены. Сколько, чего, это все зависит, как мы квалифицируемся, сколько будет квот на судей. Это такой процесс. А сколько судей вообще, которые судят? И количество тех судей, которые находятся на самих... Это не нам звонят? Нет, не нам. Сколько судей вообще судят там? И сколько представитель наш... Какой-то процент? Судят в каждом виде 13 судей. Окей. С разных стран. 13 судей. Раньше было 9, по-моему. Но 9 сидят на первом виде, а потом те, кто не попали на первый, на этот вид не попали, и они входят, а остальные отбираются жеребьевкой. 13 судей. на каждый вид. Ну, отлично. Ну, тогда параллельно, что мы разговаривали про шортрек, правильно? Да. А спрашивают, что вообще происходит с шортреком в Израиле. Он как бы остановился. Он остановился, потому что... Не хватает тренеров. Нет, нет арен, где можно провести тренеров. Только у Митула на сегодняшний день. Митула не работает. Нет, открыли. А что происходит? Почему все-таки он... Были достаточно сильные спортсмены, я спрашиваю. Почему он все-таки упал, хотя был на подъеме? Упал, потому что Митула стала коммерческим местом. Им перестало быть интересно шортрек. Им перестало, в принципе, все быть интересно. Кроме хоккея, потому что там какое-то... когда был человек под именем Йоси Гольберг, он находил деньги, он находил все, когда он был... Он жил там. Он был мэром Митулы. И каток, кстати, выглядел иначе. Несмотря на то, что там был спорт, там больше приходили на коммерческие мероприятия. Он, он... И мы там проводили 11 скейт-изров, в общем-то, мы провели, я делал это. Он был мэром города, и он находил от Митулы, что делать. А потом переняли этот каток люди, которые вообще к спорту не имеют отношения. И на этом деле... Ну, мы вернем шорт-трак. Мы вернем шорт-трак. Есть план, есть где, он вернется. Я думаю, что Владе у нас даже будет старшим тренером в какой-то момент. очень перспективный для Израиля его развивать, потому что это не требует с точки зрения условий, что у тебя есть олимпийский каток, ты можешь его развивать. Нужно маты, которые, ты, чтобы, не дай бог, убираются, снимаются. Снимаются, убираются. Мы знаем все, что делает. Конечно, коньки дорогие, все дорогое, но было у нас. И будет еще. Я думаю, не дороже, чем экипировка хоккеиста, который очень хоккей-бумса, один из самых дорогих видов спорта. Ну, да. Потому что... Борь, еще один вопрос, это такой вопрос, скажем, неисплетенный, мы даже думали этим воспользоваться на 1 апреля. Меня спросили тоже в Фейсбуке твоя фотография с Татьяной Анатольевной Тарасовой знаменитым тренером, и Саша даже предложил, давай 1 апреля напишем, что она стала главным тренером в Борусе Израиля и сделала алию. Я говорю, это 1 апреля, да, можно шутить. Ну, мы знаем, что, во-первых, Францитна, тренер, мы знаем, что она, я знаю, к Израилю относится очень тепло, ты с ней встречался, что, как она вообще, что она говорит про израильское игруное катание, она наверняка знает, что у нас происходит. Она, сказать, что я с ней встречался, это очень слабо, в Америке она живет недалеко. Я знаю, но я специально хотел, чтобы ты это сказал. Мы много с ней встречаемся, сейчас, конечно, она не ездит, мы разговариваем по телефону и все. Она много чего знает, что у нас происходит, она знает, как мы тренируемся, как все. Все условия на что. Да, и она всегда говорит, когда я ее взял в дом, там, где у нас спортсмены живут в Нью-Джерси, она покушала, посмотрела спальни, посмотрела все. Она говорит, ты знаешь, Боречка, мы об этом мечтали, а ты сделал. Это ее слова. Я знаю тоже, что она очень тепло относится вообще к нашей стране, и она очень популярна, кстати, среди многих людей, которые живут здесь, она очень популярна, может, для многих холеститворяется русское фигурное катание именно с ней. Она популярна и в Америке, просто ради шутки, когда ее видят в Таргете, там такой магазин, ну, не очень дорогой, скажем мягко, мне звонят и говорят, мы Тарасову видели в Таргете, что она там делает? Я говорю, а у нее акции Таргета, поэтому она проверяет это. И потом я это рассказываю, она смеет, она покупает подарки, там, всему Советскому Союзу. Да, ну, еще на самом деле многие к ней мужчины, из-за того, что ее отец был самым знаменитым тренером в истории Советского Союзу, человек, который сделал русский хоккей, советский хоккей. Да. Поэтому это тоже. И, Боря, ты обещал нам рассказать, многие все расспрашивали про девочку израильскую, которая успает за Болгарию. Как вообще это случилось? Да, у нас очень простая история, я это знаю давно, мы пытались с отцом разговаривать, отец, она родилась в Иерусалиме, потом мама исчезла, не знаю куда. Корни из России тоже у себя? Да, корни из России, русскоговорящие, все. Он начал работать на израильскую компанию в Болгарии. И он ее туда забрал. Когда мы с ним говорили, я с ним разговаривал несколько лет назад, ну, она израильтянка, давай. Он, как бы, ну, я живу в Болгарии, и она при мне, я ее никуда не отпускаю, я не то. Ну, он решил, что она должна представлять Болгарию. Ну, я на это, сейчас на чемпионате мира сидел с Мишином Алексеем Николаевичем, и мы смеялись там, у него анекдоты же все, и я ему говорю, мы стали Израиль, как житница, в свое время Украина была житницей Европы, потому что в Болгарии не только девочка израильская, мальчик, который представлял их на чемпионате мира, не очень удачно, но дело не в этом, моего товарища, сын тоже, как бы, еврей. Потом за Грузию в парах выступает в парах, выступает мальчик еврей. Ну, мы, как бы, все в порядке, мы поставляем спортсменов. Еще есть одна интересная спортсменка, сейчас Саша тебя спросит, потом мы вернемся к этой теме. Я не связана с Израилем, но у меня есть знакомый хороший, он сам хоккеист Украины, и его дочка выступала, начинает мирным за Австрию, говорят, что очень успешно выступил, знала восьмое место Оля Микутина. Что ты можешь сказать про нее? Ну, я не помню, или она была восьмой, сейчас я не помню. Она была восьмой, нет, это я знаю точно. Ну, это очень, ну, как, это хорошо. Говорят, что для Австрии вообще, в Австрии никогда не было фигуристов такого уровня. В Австрии были, но такого давно не было. Давно не было, у них своя политика, они, как бы, очень жестко отбор делают. Ну, молодец. Я думаю, что я видел ее, просто столько всего. Папа может гордиться. Ну, ну, восьмое место на чемпионате мира сегодня. Отобралась на Олимпиаду. Добралась на Олимпиаду, не только отобралась, а она дала два места своей стране на Олимпиаду. Вот это важно. есть ли у них второй уровень. Это другой вопрос. Это другой вопрос, но она дала два места. Понятно. Саш, всех приветствую. Вы находитесь на передаче «Спорт Шелану». С нами сегодня Борис, председатель, без фамилии, Борис, председатель федерации фигурного катанника кобежного спорта. Мы потом, может быть, еще добавим ему несколько видов спорта к нему, чтобы все-таки все наше зимнее развивалось. Сегодня у нас 1 апреля. Я попрошу у каждого какую-нибудь шутку рассказать, по одной шутке, чтобы посмеяться. Не знаю, я думал, что ты сказал, что Мишин там что-то рассказывал. Но это не эфирное. Это не эфирное. Это же мои шутки. Нельзя произнести. Это не эфирное. И потом мы уйдем на маленькую рекламу и как бы паузу. Давай сразу на рекламу. Не, не, расскажи что-нибудь. Может, кто-то коньки забыл где-то. Не знаю. Это не шутка, но это не шутка. Это смешно. Мы приехали на прошлый чемпионат Европы еще когда до всех этих проблем. Два года назад приехали на чемпионат Европы Самохин, Быченко. В мужчинах два представителя у нас. И все. И не пришел чемодан Самохина с Калифорнии. И вот мы бегали, искали коньки ему. Эти подошли, те не подошли. И дошло до того, что нам привезли ему коньки с Швейцарии. Должны были оплатить человеку прилететь на самолете, привезти ему коньки там новые. Но это понимаете, что коньки раскатываются не на чемпионате Европы. Это берет неделю и все. В общем, это не была шутка. Я сидел на телефоне с этой Львганзе или с кем там с утра до ночи. В общем, нашли чемодан. Ну, не знаю, может так надо было. Я расскажу тоже. У меня много было историй смешных, когда я перевозил шесты свой пятиметровый такая труба, внутри лежит и все время спрашивают, что это, что это, что это. В один момент мне просто устало об этом рассказывать, что это и что я вообще делал. Я сказал, ребята, я работаю в зоопарке. Это градусник для слонов. Я сейчас мерили температуру. И люди так верили. И смеялись вместе и потом уже переспрашивали, это точно или нет. Это самая такая шутка, которая... Ну, у нас у меня шуток нет, были всякие веселые истории, но как про каждую, когда я вспоминаю, там где-то что-то вкрадывается такое, что лучше, может быть, об этом не говорить. Но на самом деле история совершенно нешуточная. Я про это говорил по радио, наверное, слышал про израильскую сборную по футболу, и она, в общем-то, для меня... Я ее вспомнил сейчас. Боря знает Макса Бербраера, это израильский фкис, единственный, который попал на драфте в НХЛ, в Нью-Джерси был выбран и так далее. Спор шел, почему Леор Рафаэлов, лучший футболист Бельгии, не попадает в сборную Израиля. Мы видели, что в сборную играют люди, которые не способны делать две передачи. И сказал тренер, что в Ампула кто-то играет. Я вспомнил, когда сборная Израиля выступала, Макс, ему было 17 лет, Николай Семенович Шепштейн тогда был тренером сборной, и у нас не было защитников. У нас были неплохие ребята из Канады, нападающие, не было защитников. А Макс считался действительно восходящей звездой. И он говорит, мне не важно, в каком он Ампула, важно, чтобы был хороший игрок. Он поставил его в защиту, в 17 лет, он стал лучшим защитником Чемпионата мира был признан. Это говорит о том, где профессионализм, и как выглядит наш футбол. Это такая история. И там же, на том чемпионате, была замечательная история с Николаем Семеновичем, когда мы тренировались неделю в Андорре, в Исокогорье, готовились, и после недели он сказал, ну сейчас можно день отдохнуть по 100 грамм. Я говорю, Николай Семенович, не надо этого делать. В общем, я эту команду три дня собирал по Франции, по Испании. Ребята, мы выходим на паузу, делаем короткую паузу и возвращаемся к вам. Так что мы с вами, вы на Спорт Шелану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Мы продолжаем. Вы находитесь на арт-холл Тель-Ви, радио и передачи спортивной Спорт Шелану про наш спорт, про наши истории, про достижения. Сегодня у нас в гостях Борис Хаид, который председатель Федерации фигурного катания, конькобежного спорта. Это человек, которого все любят, и который сделал зимние виды спорта в Израиле очень популярным. И, наверное, первые шаги, которые он делает, будет очень интересно послушать мне с Левой. Рад приветствовать его тоже. Вместе мы здесь. И, Борис, Расскажи, пожалуйста, как бы не все приехали в одно и то же время, как это все развивалось, как это идет, потому что действительно тебе очень много передают приветов и добрых пожеланий от всех, кто любит спорт и кто знает, что действительно сколько ты сделал для развития и спорта, и зимних видов спорта. То есть я думаю, что если будет таких больше, как Борис, у нас будет очень достойно виды спорта, не только зимних. Боря, скажи, пожалуйста, как все начиналось, с чего двигалось фигурное катание, которое, не знаю, раньше, наверное, не считали, что это лед в Израиле. Я вообще с легкой атлетики думал, ну это, наверное, против, зачем это нужно, но тут я уже меняю свое мнение. И действительно, когда со временем это происходит, и Лева поставил мне тут на коньке. На коньке, как сказать, с нашей легкой руки Саша уже даже гол забил, он катается. А расскажи, пожалуйста, как крутить сальто там, не знаю, на льду, это, наверное, что-то другое. Лед это начиналось, тяжело, и все. Первые медали, которые были. Ну, начал ее, эту всю историю начал человек под именем Йоси Гольберг, который был мэром Метулы, до этого он был в Кнессити. Ну, вот у него появилась такая идея, чтобы построить каток в Канадо-центр. Он ездил по Канаде, поэтому называется Канадо-центр. Собирал деньги, собирал то, собирал это. И в какой-то момент Миша Шмеркин приехал, и начали готовить его к Олимпиаде. Один был спортсмен. Конечно, в Израиле не было ни тренеров, ни условий. Ну, каток был еще тогда маленький. Маленький каток. Вот, его отправляли в Германию. Он там работал со специалистами в Германии, он работал. Он работал со специалистами в России. Вот, очень хороший специалист был в России, который с ним работал. И в Германии хороший специалист. Вот это откуда оно начиналось. И Йоси просто вдруг из кибуцника, с метулы, стал любителем фигурного катания. И так это начиналось. Вот, и Миша поехал в 94-м году в Лилихаммер. Один представитель на Олимпиаду. Первый на зимнюю? Первый на зимнюю Олимпиаду. Первый. Вот. Потом Галя родилась в Кварсабе. Галя, только напомню, идет речь о твоей дочке. Да, и она была уже в сборной Америки, потому что когда была маленькая, у меня с контрактом был, и все, я в Америке работал. И она была уже в сборной Америки. И мы в какой-то момент сели, поговорили все-таки, Сабра это Сабра, не я. И она говорит, я бы хотела за Израиль выступать. Потому что иногда говорят, ну вот до сегодняшнего дня приходят спортсмены в Израиль, не потому что они любят этот Израиль или что-то, а они приходят потому что им легче пробиться в спорте, чем там в России или в Украине или где-то в другом месте. Она была в сборной Америки. Это довольно-таки интересный уровень большой. И все равно тогда приняли решение, мы приехали сюда и с федерацией встретились, и все. И вот оттуда это началось. И в 98-м году уже поехали на Олимпиаду, поехала Галя с Сережей, пара танцевальная. На Олимпиаду в Нагану. В Нагану в 98-м году и Миша. И в общем-то они все очень неплохо выступили. Без судей, без ничего. Приехали зеленые, ничего не знали. И они очень неплохо выступили. Они в Нагану были 14-й. Вообще все смотрели и не могли понять, откуда это люди. На Олимпиаде это высокое выступление. На Олимпиаде это супер. На Олимпиаде это большое выступление, потому что со всего мира и там собирается. И потом уже к следующей Олимпиаде 2002 года уже больше спортсменов было. И шорт-трак подтянулся. И в Сотлэйк-Сити. И уже там началась борьба за десятку. Началась борьба за десятку. Ну и потом после Сотлэйк-Сити они на чемпионате мира выиграли бронзу. Это самое большое достижение вообще. Израильского фигурного катания. Ну после этого они поехали еще на Олимпиаду в Турино. Там они шестые были. Ну я не говорю о гран-при, там о других. Это все, как говорится, понятно. И они в принципе первопроходцы. После этого уже Галя тренировала сестру и брата Зарецких. Которые в Ванкувере на Олимпиаде в десятке были. На мире были шестыми. Уже появились спортсмены. Ну, началась какая-то традиция уже вырождаться. Почему? Когда мне говорили, и это часто было и на Олимпийском заседании, Олимпийского комитета там с ногами любви сцеплялся. Они говорят, какое отношение имеет Израиль к зимним видам спорта. Вот это их было. Расскажи нам, пожалуйста, какое отношение имеет Израиль? Израиль имеет очень большое отношение к зимним видам спорта. Потому что в Израиле как минимум 2 миллиона человек, которые выросли на этом. На хоккее, на фигурном катании, на конькобежном спорте. Они понимают этот вид спорта. И они любили этот вид спорта. И они любят его до сегодняшнего дня. И лыжи, кстати, тоже горные лыжи. Ну, потом лыжи уже появились. Но поэтому это очень такой момент. Сегодня у нас, честно говоря, у нас уже в сборной не русскоговорящие или дети русскоговорящих. Оно уже у нас настоящие израильтяне. Которые, допустим, такая девочка, как Шира Ихилов, это продукт. И фамилия у нее, да. Да, это продукт чисто израильский. Взять и в хоккей в сборной уже больше половины в молодежные израильтяне, не русского происхождения. Так что это нормально, это правильно. И это правильно. Вот. И хоккей это отдельная тема. Я тоже думаю, что можно было бы. Ну, не, хоккей лучше вообще не трогай. Потому что сразу передача, все, камера будет работать только сюда, можно уходить. Во-первых, смотри, мы, можно сказать, с Борей, я скажу так аккуратно, первый раз вместе нарушили спортивный режим 25 лет назад на чемпионате мира в Вене, где мы представили израиль по хоккею. По хоккею, да. И Боря очень любит хоккей. Подробнее это потом, да. Я очень люблю хоккей. Боря любит хоккей. Много дел для хоккей. У нас много общих друзей. Мы не уйдем в темы, но первый кубок, все кубки Спартака и первый кубок Спартака зарождался у меня за столом, Светисовым. Из Гелани спокойно. Из Гелани покойно Товулаптовым, царство его небесное. И кубок я делал этот Спартака там в Нью-Джерри. Так что у нас все в порядке. Мы были первые израильские гости на этом кубке в 95-м году летом. Мы приехали туда по приглашению Гелани как раз. Он на чемпионате мира в том же Стокгольме в Голубине. 95-й год. Чемпионат мира этот знаменательен. Первый раз в истории финны выиграли, стали чемпионами мира. И вот там мы с Гелани познакомились, и он нас пригласил на кубок Спартака. Так что Боря и хоккей это лавстория. Это не просто. Это точно. Но вернемся фигурному. Фигурному. Да, нет. Но это так было такое лирическое отступление. Вопросы задают. Я спрашиваю, ты учился, ты какой ты проходил первые спортивные шаги вообще, как сам, где ты был, занимался? Нет, я не занимался фигурным катанием. Вы думали, ты боксом занимался? Я занимался боксом, с мелкого возраста. И потом была травма, а будущая моя жена занималась фехтованием. Я выбил себя плечо, в то время они не знали, как в Советском Союзе это делать. Ну, неплохим, вроде говорят, боксером был. Но я приходил встречать ее, и мне тренер сказал, ну, ты же спортивный парень, давай я тебе дам в руки эту рапиру, давай что-то делай. Ну, я говорю, вперед. И уже отобрался на чемпионат республики, все. Ну, как говорится, сделать историю короткой. Я был в команде NCAA, это уже в Америке, чемпионом в Америке NCAA. Но NCAA, я не знаю, или все знают, это очень серьезно. Это сильнее, чем многие лиги. Это лига колледжей лучших. Колледжей лучших. Мы были чемпионами, четверка рэпфюристов была. Это последний раз, что выиграли этот вот. И я учился там на стипендии, на всем этих делах. Так что, как бы, спортивный, плавный переход, и на следующей неделе мы как раз собираемся Сашу Иванову пригласить тренера сборной Израиля по фехтованию. Фехтование, и занимайтесь боксом и фехтованием, тогда у вас все получится в зимних видах спортивных. В хоккее, в хоккее. Есть у нас такая рубрика 5.93. У тебя есть 5 минут и 93 секунды. У нас 3 секунды израильских, потому что это... Ты можешь спрашивать или Лёву про вопросы, или говорить, о чем ты хочешь вообще. Или тебе, почему только Лёву. Вопросы... У меня вопросов особенно нету, потому что с Лёвой все вопросы мы решаем по-другому. А все-таки, если вернуться к теме фигурного катания, к теме хоккея, к теме... Конечно, желательно, чтобы было больше катков. Желательно, чтобы было... Мы занимаемся тренерами фигурного катания. У нас сегодня хороший, неплохой штат тренеров, что их не было никогда здесь и вообще не понимали, о чем. У нас хорошие технические специалисты. Почему? И я не хочу, потому что мы там находимся, поэтому я не хочу из этого делать большую, как говорится, историю. Но Айспикс была идея не денежная, хотя им надо платить за свои, как говорится, за электричество и все. А идея была, что если мы каким-то образом не найдем и не построим каток в центре Израиля, то спорт умрет зимний. Вот. Потому что без катков это не работает. И тогда, когда они предложили это место, благодаря человеку, который нас привез туда, и я был как бы связующим этой всей истории, то приняли решение, что это будет правильно. И когда их попросили, дайте нам вот на большой каток место, они смотрели на нас, вот эти израильтяне, которые говорят, что такое фигурное катание, что такое лед. Вот. И они говорят, вы знаете, вот это место мы вам дадим, там, где была роликовая вот эта площадка. В надежде, я так понимаю, как они сказали потом, что, ну, поработают несколько лет и уйдут. А потом, когда они поняли, что происходит там, они пришли и предложили место уже на большой каток, который уже технические планы утверждены и прочее. И если бы не было этой короны, то, наверное, они бы стали строить его уже. Но для меня важно, чтобы были катки, для меня важно, чтобы дети катались. Или этот каток, то, что он должен быть там в центре, это понятно. Если этот каток в Натане, или этот каток в Ирцли, или этот каток в Эйлате, очень нам важно. И поэтому мы занимаемся Эйлатом и пытаемся, чтобы там не просто все. Там это плаза, там хозяин смотрит немножко по-другому на спорт, как разница. Мы сейчас тоже вошли в эту историю, поэтому мы знаем очень хорошо. Вот. Поэтому... Он не бизнес. Да. И поэтому я просто... Потому что мы там, я их давлю. Когда мы были в Метуле, когда был офис, мы тоже их давили, потому что, чтобы был спорт. Потому что без спорта это не будет работать. Боря, вот именно на эту тему, и ты сказал, что мы будем сегодня говорить открыто, и не только политкорректно. Построили каток, ну вот, недалеко от Натане, в общем, центр страны. И, в общем-то, из-за личных отношений, я говорю про хоккей, я не знаю, что происходит в фигурном катании, между Федерацией Хоккея Израиля, которая, как говорится, о ней мы отдельно поговорим как-то. Сколько люди, которые занимаются там этим, имеют отношения к хоккею весьма приблизительно. Единственное их отношение, это попытка вытягивать деньги из карманов родителей хоккеистов. И хозяева этого катка, которые тоже там, многие из них не имеют к хоккею отношения, вместо того, чтобы каким-то образом договориться, объединиться, в общем-то, только вредят друг другу и вредят этим видам спорта. Этот не может играть в лиге, если он тренируется там, а этот не может играть за сбор, если он играет там. В общем, я не хочу сейчас в подробности сказать, но как ты видишь это, что вместо того, чтобы перейти все свои личные какие-то неприязни и попробовать извлечь из этого какую-то пользу для спорта, все наоборот идет в совершенно других направлениях. С чем это связано? К сожалению, Лев, у них не только в хоккее идет все в другую сторону. Я говорю про хоккей, поэтому я то, что я знаю. Я говорю, у них не только в хоккее, у них в фигурном катании тоже идет это все немножко в другую сторону. И я всегда повторяю одно, они не слышат, хотя эти люди, которые сейчас там руководят, они были очень примерными и хорошими людьми в айспике. Они были очень хорошими. С ними никогда не было проблем, насколько я знаю. Всегда очень все корректно, здрасте, все как дела и третье. Я не знаю, кто их ведет в лес, как Павлик Морозов. Как Иван Сусанин. Или Иван Сусанин, я извиняюсь. Но я хочу только сказать одно. У меня есть очень для меня понятная и очень важная фраза. Что даже волки, насколько они сильны, они ходят стаями. И то, что вот они между собой там воюют в этом. И то, что они там... Давайте по-другому я вам скажу. Как вы считаете, человек, который там 20 лет с чем-то, я о себе говорю, больше, ну скажем так, этим делом занимается. Хорошим, плохое это, но он тянет это на своем горбу. Его нужно было пригласить на этот каток, поговорить, сесть. Я даже не знаю, где он. Но у меня есть вейс, я везде езжу. Никто не нашел нужного. Понимаете? Нет, я это прекрасно понимаю. Это личное... Я не понимаю, для чего. Для меня это... Нонсенс. Нонсенс. Допустим, Эйлад. И с хозяином я разговариваю. Я понимаю его проблемы, потому что деньги там, это вот. И с менеджерами, и с тренерами. И мы как-то делаем там же турниры, и вот сейчас вот этот турнир будем делать. И вот так это надо жить вместе. Тем более в стране, как Израиль, это не Россия, это не Америка, где на каждом углу есть каток, и каждый, как говорится, что-то делает. Тут у нас все очень мало. Тут еще не вместе. Поэтому и обидно так. Я поэтому к тебе и обратился с этим вопросом. Я ответил. Ты видишь шанс, что это может измениться? Или при тех действующих лицах, которые сегодня руководят, это невозможно? Ну, руководство идет с обоих сторон. Понимаешь? И takes, как говорят по-русски, takes two to tango. Двоих берет танго танцевать. Поэтому говорить, что эти плохие, а эти хорошие... Я не говорю плохие, я не ищу плохие, я ищу решение. Решение, если они в какой-то момент все вместе не сядут и не закопают этот топор. То есть как Папу Римского, запереть в комнате, пока не выйдет белый дым, да, примерно? Да, потому что в конечном итоге мы знаем в фигурном катании, как людей квалифицировать на Олимпиаду. Футбол не знают, баскетбол не знают, они не знают. Художественная гимнастика знают, легкая атлетика знают, фигурное катание знают. И мы, наверное, могли бы найти, я не говорю сегодня, может, мы не доживем до этого, но можно начать, чтобы и хоккей как-то квалифицировался на Олимпиаду. Это беспрецедентно было бы. Я думаю, что это очень даже реально. Но это не таким путем, не сегодняшним подходом. Не при сегодняшнем руководстве. Все достижения сегодня хоккейна, это частные достижения, не связанные с этими организациями, к сожалению. Но все-таки еще дополнительные вопросы, как бы начали про общие какие-то проблемы говорить. Вообще, я знаю, что насколько есть несколько мнений. Либо страна должна давать очень много, либо, конечно, частный бизнес должен приходить. Как ты видишь вообще будущее? Что должно быть? Потому что откуда взять культуру такой любви к спорту, что бизнес пришел, начал это поднимать. Потому что, мне кажется, без этой части очень слабо. Страна готова помочь, но это очень... У меня не потому, что я такой хитрый и знал, о чем будут спрашивать. Я просто этим делом живу много лет. И в свое время бывшему президенту, которого ты любишь, Цвивар Шагику Олимпийского комитета, я сказал, что рыба, на иврите, сказал, что рыба тухнет с головы. И это напечатали в идиотах хронот. Главное, это израиль, скажем, наших русскоязычных слушателей, которые... Да, мы можем и здесь сказать, ребята, рыба тухнет с головы. Я когда пришел на Олимпийский комитет, он говорит, ну вот голова есть, которая тухнет. Я говорю, покажи мне другое. Потому что когда я с ним в 98-м году на Олимпиаде, меня Йоська попросил сесть с ним и поговорить. Он, я говорю, ты понимаешь, что есть много еврейских детей, спортсменов в странах, везде. В России, в Украине, в Америке, все. Надо их привлечь. Надо их как-то, чтобы им интересно было приехать в Израиль, выступать за Израиль и прочее. Он ответил мне, что нам не нужны эти спортсмены, нам нужны только спортсмены, которые родились в Израиле. Вот сидит продукт, который много завоевал для Израиля, и есть еще очень много. Но сейчас тянутся дети. Вот где о чем и говорит. Когда он это сказал, я встал и сказал ему опять на моем хорошем еврите. Я ему сказал, что мы с ним были на нескольких Олимпиадах, и нас принимали, ну это другой разговор и прочее, на всех Олимпиадах и везде, эти хабатники и все. И честно скажу, я его всегда встречал в Олимпик Солидарити ресторане. Вот это он знал мне. Да, это они все знают. Это они умеют очень хорошо. Не против, это хорошо. Я могу только сказать, что сегодняшний Олимпийский комитет немножко другой. И они по-другому смотрят на него. Будем надеяться. Потому что я знаю, мы говорили в прошлой программе, в одной из прошлых программ, об упущениях, которые были у нас. Во-первых, с Владом Бекановым тоже самый ответ он получил, что мы не заинтересованы. С возможностью здесь, чтобы за Израиль выступала Настя Кузьмина, трехкратная Олимпийская чемпионка по биатлону, потому что у нее муж израильтянин, ее тоже послали. И она стала чемпионкой за Словакию. А что касается, ты говоришь, приезжают спортсмены, так я всегда им напоминаю. Вы говорите, вам это не нужно. Кто в Израиле баскетбол поднял? Люди с Макабиита, Альброди. Кто тренер, которым гордится из Израиля? Альдевит Блат, который тренировал в сборную России, тоже приехал к данному КБЮ в 18 лет и остался. Поэтому эти доводы... Это страшные доводы. И у нас, если посмотреть на сайте, мы не особенно занимаемся сейчас, но занимаемся. Но там было много лет назад, моя фраза написана, что мы приветствуем и хотим, чтобы все спортсмены еврейского происхождения, чтобы они приезжали к нам и выступали. И кто не может, тот не может. За Болгарию. Все знают, что она израильтянка. Все ко мне подходили, говорят, ну вот, израильтянка выступает за Болгарию. Сейчас история с Асланом Карациевым, слышишь, теннисистом? А, да, конечно, слышу. Он же здесь был, и тоже его здесь... Ну, и тоже его бортанули. Бортанули, и сегодня он уже сделал прорыв в этом году, дошел до полуфинала Астралия Нопин. Сейчас выиграл турнир, где в Дубае. В Дубае выиграл турнир. Это еще один пример, как мы упускаем любую возможность. Давай ты задавай. Потом ты скажешь, что я опять это собираю. Поскольку он переходит на лед, это моя стихия. Все-таки, как бы, твои пожелания, ну, израильскому спорту. Я вообще хотел бы спросить, ну, скажи, озвучи, допустим, вот есть бюджет, ну, так скажем, не знаю, бюджет. Сколько ты бы его хотел увеличить? В два, в три, в четыре, в пять раз, в десять раз? Цифра, я отвечу тоже. Цифра, потому что я живу с этим, как мы живем каждый день. Цифра тут сейчас не играет роли, играет роль понимания спорта. Потому что на юниоров практически ничего не дается. А пирамида строится не сверху, а снизу. Вот они говорят, добьетесь успеха? И мы тогда, а как добиться этого успеха? Надо пройти через этот весь путь. Надо юниоров. Мы держим у нас тренинг-кемпи, юниоров. Держим там 14 тренеров. Кто юниоров должен тренировать? Тренера? Вот сборные тренера, Галя там все эти тренирует, и юниоров, и этих. А средств на это не дают. Юниоры вообще как бы не существуют. Они живут из бюджета федерации, или вы находитесь у частных спонсоров каких-то? Как, знаешь, в колесе. Кто родители? Но есть родители, которые живут в Украине, есть родители, там не о чем говорить. Есть там, если кто американского происхождения, мы потираем руки, хоть там что-то помогут. Но если увеличить в пять раз, это будет достаточно? Оно должно быть увеличено в соответствии с результатами. Но чтобы были результаты, надо дать деньги, чтобы... А потом спросить. Вот мы, допустим, даем тебе программу четырех лет. И вот на эту программу, юниорская и прочее, даем тебе деньги. Вот после четырех лет, покажи нам, что ты сделал. Ну вот у нас выиграл Самохин чемпионат мира сырье юниоров. Ну и что? Лев, давай вопросы, мы будем закупаться. Ну, насчет этого темы очень важная, на самом деле. Я хотел Боря сказать, мы так в частных беседах говорили об этом. Что, в принципе, одна из причин, почему мы стали делать эту программу, именно поднять вопросы спорта, которые везде замалчиваются и не обсуждаются. Это то, что важно нам очень. Привлечение, объяснение. Привлечение, что касается... Мы говорили про бюджеты. Даже когда есть бюджет, я не говорю про фигурное катание. Потому что это редкая ситуация, когда спорт и администрация находятся в правильных руках. Я тебе говорю не то, что только Боря мой друг, а потому что он действительно человек профессиональный, он этим занимается. Во многих федерациях те, кто держат руку на кассе, они непрофессиональные люди. И деньги разбазариваются, а значит, происходит в хоккее. Ты вопрос хочешь задать? Нет, я задаю вопрос, как он видит изменения эти, действительно, чтобы по-другому были сделаны составы федерации, чтобы профессионалы вошли в них в управление. И не обязательно профессионалы в спорте, может быть, профессионалы в управлении именно. Как где ты видишь возможность изменения? Что нужно изменить? Ну, скажем так, каждый народ достоин своих королей. Этих президентов и кого там выбирают, как-то они же не назначаются, их выбирают. Значит, если их выбрали, значит, что-то они имели в виду, поэтому все мы не вечны. И, честно говоря, и себя бы завтра видел бы какого-то человека, который бы взял бы этот флаг и выше поднял бы, у меня есть что делать, и я очень много этим занимаюсь. Если я нахожусь на том материке, я опять себе медали, это ничего не даст, и погоны ничего не дадут. Я начинаю день в 4-5 утра. Наш друг Леня, он иногда говорит, Боря, я вижу, ты уже на телефоне в 5 утра. Я говорю, я уже в 4 утра с офисом здесь разговариваю, в 4-5 утра, чтобы поймать здесь 11-12 часов дня. Поэтому должны люди, которые хотят и любят этот спорт. А если они хотят нажиться, то это плохое место. Лучше идти марихуану продавать. Ребята, я вам желаю, чтобы вы так же любили спорт, как любит его Борис. Мы присоединяемся к этому. Мы заканчиваем. Борис, последнее твое пожелание нашей сборной летней, потому что они первые пойдут на Олимпиаду, а потом уже вы через где-то получается через пол, 6 месяцев, через год там. А с летним видом спорта пожелать им какое-то напутствие. Ну, дзюдо будет бороться, я думаю, за медали. Художественная гимнастика будет бороться за медали. В атлетике, в пламане там, я думаю, будут бороться. Парусники, конечно, будут бороться. Ну, парусники, это понятно, будут бороться. Я не знаю, в легкой атлетике, как они будут бороться. Там сложно это будет. Потому что уровень очень высокий в мире. Это Саша знает, что происходит. Ну, я слежу за всем понемножку. А так, пример тенниса. Как в такой стране не может быть сильный теннис? И был же когда-то. Ну, вот. Вот ответ. Ясно. Ребята, все, мы заканчиваем. Спасибо большое, Борис, что ты пришел к нам. Вообще, Борис, как бы, Лев сказал, что ты его друг, я теперь твой друг. Во-первых, твоя дочка, у меня есть ее автограф. У меня есть фотография, она лежит. Если увидишь ее, передавай большой привет. Потому что у нас получилось, мы в одно и то же время выступали, добивались успехов. Тебе удачи во всем. Спасибо. Когда ты приезжаешь, ты обязательно приходишь к нам. Приходишь к нам. Это было только первое. У тебя был только пробный шар такой. Спасибо всем большое, что вы были с нами. Если не завредил, то спасибо. Нет, мне сейчас очень было приятно с тобой разговаривать. Вы были на спортшелану, на арт-холл Тель-Ви. Вели передачу Лев Генин, Александр Вербух. Борис, спасибо большое, что ты с нами, что ты любишь, что ты двигаешь. Спасибо. Супер. Спасибо всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok